ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Под палящим солнцем и проливным дождем стреляют то лежа, то сидя, то в движении. 30 тяжелейших упражнений на протяжении трех дней. Так выглядит настоящий Экстрим. Экстрим Евроопен 2019. Экстрим Евроопен 2019 собрал больше 800 стрелков со всех континентов. Из Азии, Южной и Северной Америки, Африки и всей Европы. Спортсмены приехали из 60 стран. И, как всегда, устроители матча Экстрим Ганг Групп проявили высочайшее мастерство организации. Сбалансированные упражнения, удобный скводинг, квалифицированное судейство. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Главное новшество этого года – электронная система подсчета очков, позволяющая максимально быстро и без ошибок обработать результат. Президент Федерации практической стрельбы России Михаил Гущин помнит еще самый первый «Экстрим Евроопен» и с года в год матч подтверждает статус неофициального чемпионата мира. Остается главный дух этих соревнований, экстрима. Действительно, они по-своему экстремальны. 30 очень интересных упражнений, напряженных, сложная мишенная обстановка. Всегда интересные упражнения. И потом погода. Здесь либо очень жарко, либо наоборот, холодно с дождями. Вот это вот тоже вечная интрижка. А как же, что с собой взять, что одеть и так далее. А постоянным остается качество. Высочайшее качество соревнований. Ну и количество участников говорит само за себя. Люди не ездили бы на соревнования, которые им не нравятся. Алексей и Дарья Стативки из Молдавии родились в год, когда в Чехии прошел первый матч «Экстрим Евроопен». Тем не менее, Алексей приехал сюда уже в шестой раз. Это невероятно, но мальчик стреляет с шести лет. Как настоящий мужчина и опытный стрелок, самый юный участник соревнований, ни разу не был дисквалифицирован и всегда доходил до конца. В этот раз Алексей и его сестра-двойняшка Дарья стреляли из карабина под пистолетный патрон. Карабин тяжелее, размер патронов больше. Я стреляю 72 на 39. Даша Ременка не стреляет. Я не только с карабина стреляю, но и с пистолета. Сегодня первый раз в ПСС стреляла, но с карабина я начала в 9 лет стрелять. Самое тяжелое, потому что с пистолета стреляет, самое легкое с ПСС. Карабин, да, он тяжелее, но мне больше нравится с карабина. Юные спортсмены мечтают о победе в общем зачете, равняются на старшую сестру и никогда не играют в войнушки. Ведь они едва ли не с пеленок знают, а той великой ответственности, которая лежит на каждом спортсмене. АйПСС, дающим клятву, я никогда не направлю оружие на человека, даже игрушечное. Лучшие друзья девушек нет ни бриллианты, а пистолеты. В их руках оружие выглядит еще более бесподобным и совершенным. Знакомьтесь, официальные лица World Extreme Cup, амбассадоры, Мариана Лемарова, Италия, Дженни Вилломор, США, Рада Мызникова, Россия. Девушки, которые способны изменить мнение о леди в IPC. Они красивые и с идеальным маникюром. И да, обращаем особое внимание, они умеют стрелять. Я, если честно, в восторге. Я на такого масштаба соревнования впервые, ну не считая в России. Но в России это как дома. Здесь все стрелки, все общительные, все доброжелательные, все спросят, как у меня дела, как стрельба. То есть мне очень... Что касается упражнений, они, как всегда, исключительные и уникальные. Я вообще люблю эту рейнгу. Я люблю эту рейнгу, но я очень люблю эту рейнгу. Я, в самом деле, всегда стреляю с рейнгами, они все мои. И, да, обычно это первое, что люди говорят, когда они говорят мне, что, о, боже, рейнгами. Ежегодно Евроэкстрим Оупен собирает топовых стрелков со всех континентов, чемпионов мира и Европы по практической стрельбе. Конкуренция на матче высочайшая. На 100% нужно каждому стрелку, который претендует на какой-либо результат. Потому что это одна из немногих возможностей посостязаться с теми стрелками, с которыми ты будешь биться на чемпионате Европы, посмотреть их слабые места, посмотреть свои слабые места и как раз отточить то, что не получается уже к главному соревнованию. Чемпион России Алексей Попов впервые на матче в Чехии. В общем зачете он стал четвертым и едва не выиграл суперфинал. Подвел боеприпас. Среди новичков Экстрима и Джей Джей Раказа, легенда IPC, вице-чемпион мира по практической и скоростной стрельбе. Джей Джей не скрывает восторга. Таких провокаций от стейджей он не ожидал. Только разгонишься, как встретишь близкую мишень. Экстрима и Джей Джей стреляет в открытом классе и на этом матче мечтал сразиться с чемпионом мира. Хорхи были с Терресом, но тот не приехал. В итоге в общем зачете победил чех Робин Шеба, который сменил дивизион. Джей Джей стал четвертым. В продакшене тоже произошли перестановки. В преддверии чемпионата Европы Эрик Грауфель и Эдуардо Декобес поменяли пистолеты. Эрик теперь стреляет из Чизета, Эдуардо из Беретты. В итоге в общем зачете Эдуардо стал лишь пятым, Мария Гущина четвертая. Второе место у любителя Мамчеловича. Стоит ли говорить, кто в продакшене стал первым? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Впрочем, Декобес смог отыграться в суперфинале, и зрители смогли увидеть потрясающее выступление двух титанов – Эдуардо Декобеса и Эрика Грауфеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот уже третий год подряд Extreme Euro Open является первым этапом World Extreme Cup. Кубок включает три матча, которые Extreme Gun Group проводит в Чехии, России и Таиланде. Чтобы попасть на педестал, нужно принять участие в двух соревнованиях из трех. И с каждым годом популярность кубка растет. Это подтверждает и количество стрелков из Азии, которые стремятся на матч в Чехию, а затем на Азия Pacific Extreme Open. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Азия Pacific Extreme. Мы начинаем становиться более популярным каждый год. Много шутеров приходят, особенно шутеры в Азии. И некоторые из Европы приходят. Я думаю, что в десембре будет больше шутеров приходят. В Таиланде в городе Паттайя ежегодно проходит финал мирового кубка с экзотической церемонией награждения. Но Extreme Gun Group и ее основатель Люба Новак на месте не стоят. И уже сейчас ведут переговоры о проведении новых матчей. Extreme шагает по миру и завоевывает его. Мы сделали договор с парнями из США. Значит, в следующем году будет первый Пен Американ Extreme Open в штате Ютах на стрельбище города Сан-Мишель. Это будет очень интересное. Теперь делаем разговоры с ЮАР в городе Johannesburg, где хотим тоже в следующем году проводить соревнования. Ближайший матч World Extreme Cup состоится в России, в городе Екатеринбург. Матч, который уже успел стать легендой. Матч, способный удивить самого искушенного стрелка. Юбилейный пятый Евразия Extreme Open. Р Scotts АяльбаEl Евразия Д